Итак, не спится. Blender 2.91. Когда-то меня просили показать именно как делать бег. Давайте что-нибудь тут такое наварганим. Посмотрим как делается блокинг. И еще рассмотрим, что такое Inverse Kinematic, IK и FIK. Так, начнем, наверное, вот именно с Inverse Kinematic и вот это FIK. Как это все дело и чем отличается. Значит, Inverse Kinematic это когда вы вот устанавливаете, так, выбираете косточку Ctrl-Shift-C и выбираете Constrain, вот этот вот Inverse Kinematic. На вот эту кость. Для чего? Чтобы рука свободно вот так вот двигалась по всем осям. Вот такая штука. А что такое FIK? Это когда вы работаете напрямую вот каждой косточкой. Вот если отключить, сейчас давайте я пока отключу. Так, это значит G пока назад. Файл. Сейф. И вот когда отключается, допустим, вот эта вся Inverse Kinematic, все настройки. Вот эти. Вот, допустим, G. Вот вы работаете без вот этой косточкой, допустим, только одной костью. Сейчас еще в Edit Mode вам покажу. Вот эту косточку пока Delete Bon. А вот эту кость с этой пока свяжу. Ctrl-P. Keep Off Set. И получается просто обычная вот такая у нас связь. Заходим в Post Mode. Так, сработало, не сработало. Словом, работаем вот каждой костью. Это другой уже RIG. Вот, допустим, косточку берем и руку крутим где-то. Наподобие вот позвоночника, когда мы перекручиваем R. Вот вот это FIK называется. Работать по дугам, по разным вот этим вот полукругам, там, сферам. Движение, если у вас идет рукой, допустим, помахать. Уже Inverse Kinematic вы так, в смысле, взмах сделать не сможете. Вот, допустим, R. Если сейчас мы кость вот эту перекрутим. Вот так вот. Так. Что-то у меня тут... Надо вот что сделать еще. Уменьшить вот эту вот интенсивность на Copy Location и уменьшить копи-трансформацию еще. Сильно вот это все перекручивается. Так. И вот если сейчас вы захотите помахать рукой, то у вас дуга такая не получится. Вот прям... Чтобы прям... Ровно покрутить ей полукругом. Вот, допустим, G. Вы видите, что рука будет плясать. А если работать просто костями, то вы можете поворачивать ее вот, в принципе, ровно вот так вот. Ну вот, как-то так. Фи-кей-кей. Так. Назад вертаем персонажа. Open. Лесоруб. Down. Сейф. Ну и давайте делать анимацию бега. Так. Я цвет пока отключу. И с чего начнем? Нужно сделать перемотку таймлайна. Вот этого. Чтобы у нас были опять вот первый кадр, пятый, десятый, пятнадцатый. Как понять, сколько нужно кадров на минуту, допустим? Зажимаете, наводите на таймлайн и жмете Ctrl-T. И у вас высвечиваются вот уже секунды. Это получается 20 кадров. 24 кадра. Это вот секунда выходит. Вот. 24 кадра. И вот в этом диапазоне можно Ctrl-T нажать. И вот теперь у нас видно, где сколько чего ставить. 24 кадра это вот вот где тут. Вот 24 кадра это секунда. Раз. И он махнул. Так. Ну давайте первый кадр. Тройка на нампаде. Для начала сначала опустим вот эти руки. вот так как-то перекрутим, чтобы они уже были в нужной нам позе. Семерка на нампаде. Если что-то перекручиваете, лучше это вид сверху делать. Вот так. Так. Это вот сюда. Единица. Это G. И вот эту кисть еще надо семерка на нампаде перекрутить чуть-чуть. О. Ну или вот так еще поставить снизу вид, чтобы был вот так. Теперь что делаем? Вот эту кисть. вот эту кисть выбираем и выбираем не таз, а вот эту вот кость спинную. Позвоночник, то бишь. И перекручиваем как бы вот в бок. Так. Теперь нам нужно, чтобы у персонажа при беге как бы вот так вот голова была. Вот. Таким вот образом. смотрим, что нормально тут все или нет. Веса надо поправлять. Да, в принципе, нет. Пойдет. Так. Еще немножко позвоночник R перекрутим. Вот. Так будет нормально. Выбираем тазовую вот эту кость. Сейчас я вам, наверное, вот так вот буду показывать. так. Это shift поближе. И нужно персонажа посадить. Так. Это G. Вот так вот. Опора будет при беге вот на эту ногу. Значит, надо G на эту ногу увести персонажа. А эту ногу тройка на нампаде. Нужно G и поджать. Вот так вот раз. R еще как бы отвести и G вот как бы подальше. Так. Вот вы видите, как он теперь стоит. Нужно, чтобы весь вес или вот эту ногу, вот эту ногу, вот эту. Давайте единица на нампаде и G подставим вот сюда. Вот теперь верю. Ну и немножко вот этого так позвонка вот так перекрутим. Этот позвонок типа грудь как бы вперед. А этот как бы вот вот таким вот образом. Во. Типа грудь вперед. И загнули позвонком все это дело. Он теперь у нас вообще атлет качок стал. Так. разберемся с руками. Вот эта рука в принципе она правильно находится. Вот так. Вот здесь она и пусть будет так чуть-чуть подальше. А эта рука вот эта R перекручиваем ее и G как бы вперед подаем. Так. Так. Смотрим. Ее еще немножко наверное надо вот так и вот так как бы. Так. с позвонком еще немножко поработаем. Наверное лучше его вперед подсогнуть. Вот. Вот так вот. И тут желательно еще вот если семерка на нампаде наверное голову побольше перекрутить. Во. Вот что-то в таком духе. Так. Вес еще уведем на эту ногу поближе. Вот так. Во. И в принципе все вот так у нас должен выглядеть первый кадр. Вот таким вот образом. Так. Что-то у меня тут появился какой-то артефакт. Вроде нога привязана штанина. а вот выкаблучивается. Давайте сразу пропишем все это дело. А. И локрот. По-моему А. Я ее не привязал. Сейчас пардоньте пардоньте. Обжиг мод. Выбираем штаны. Они у меня привязаны. Так. Они у меня привязаны. А что происходит на нога. А плечом нога. Так. Вот штанина. Давайте зараз посмотрим как она привязывается. Так. А почему не прописался у меня прописался кадр. Что-то я ночью туплю. Нажимаем на штаны. Нажимаем на кости. Ctrl P With Empty игру. И теперь выбираем просто штаны. И заходим в модификаторы. Находим Data Transfer. И выбираем вот это тело. Потому что на нем все сидит. Так. Что тут? И выбираем Vertex Dead. Vertex Group. Так. А Play. Оу. Еще хуже. Ctrl Z. Ctrl Z. Ладно. Мы это потом подправим. Это не надо. Уже кадр прописан. Значит. Опа. Первый раз. А тогда не вылазил. Ну ничего. Не суть вопроса. Так. Первый кадр у нас сделан. Давайте перейдем на пятый. Так. Напомню. Что вот так выглядит у нас первый кадр. Вот так он сзади на ногу опору дает. Одна рука как бы уходит вбок. А одна рука к ноге поближе вот к этой. Вот так вот что-то получается. Ну а теперь тройка на нампаде. Включаем кости и делаем вот из всего этого блок пятый кадр. Так. Теперь начнем с этой ноги. Эта нога у нас уходит если на месте делаем бег нога уходит за вот этот пивот. Так. Мы ее сразу R подсогнем и G уведем на вытянутую на вытянутую и пальцы вот этой обуви тоже подсогнем. Так. Теперь эта нога уходит мы ее тоже выворачивали так. Эту ногу лучше как бы вот так. Так. И потихоньку уже он должен переходить как бы вес вот на эту ногу. Вот когда она вперед идет уже должно вот таким макаром быть. так. Тройка на нампаде. Теперь с руками. Вот эта рука G уходит у нас назад. Мы ее R перекручиваем чтобы и локоть смотрел туда за спину. Так. Чтобы вам виднее было. Вот. Вот туда теперь уходит рука. А эта рука раз нога пошла вперед эта рука тоже выходит вперед. Вот это вот так вот G и R Вот так вот И таз таз выбираем сразу руки таз вот эта нога вот эта нога должна быть натянута G и так вот где-то вот прописываем пятый кадр А и локрот смотрим что получается вот вы видите уже динамика движуха пошла так смотрим что то как движется уже бег теперь нам нужен десятый кадр включаем опять же видимость костей и нам опять вот вы заметили наверное что вот это пока голову и тело как в начале выставил я больше я его пока не трогаю работают только руки таз и вот ноги вариация ног пока все а там уже в процессе да можно и там чуть ли не шапку двигать типа при ветре и пальцами шевелить можно добавить чтобы живое живой бег был сейчас все это дело рассмотрим так теперь раз у нас это первый кадр это вот у нас пятый десятый делаем каким образом мы теперь вот эту G ногу ставим на землю R вот так и подальше от пивота вот так вы видите что теперь ноги натянуты полностью это нам не понадобится нам нужно теперь опять вниз опустить персонажа вот так и вот эту ногу G теперь поднять кверху вот так и чтобы она создавала вот этот угол вот такая штука и вот здесь и здесь я вам уже говорил что так это вот теперь выбираем руки вот так и на эту ногу напряг теперь идет вот потом можно еще голову чуть двигать и вот за что я вам говорил теперь вот на этом кадре это на десятом вот так R рука перекручивается G подводится как бы так наверное еще чуть-чуть перекрутить чтоб локоть смотрел куда надо и уменьшить в настройках наверное вот эти все влияния чтобы поменьше они друг на друга влияли так вот здесь еще уменьшить и вот здесь теперь мы можем руку перекрутить вот так но чтобы рука вот эту ногу не закрывала так где-то G вот сюда она подходит и вот эти пальцы вот эти пальцы мы их можем теперь выбрать через shift и R подсогнуть вот так можем немножко их выровнять подкрутить и выберем теперь вот эти фаланги и R перекрутим их ну так типа не совсем но чуть-чуть сжали кулак вот так во так же тут можно немножко поиграть R плечом ключицей больше развернуть как бы вот эту часть а эту часть можно как бы чуть-чуть побольше сюда вывернуть так а эту руку G немножко вот так вот и немного как бы может еще кверху вот что-то в таком духе смотрим какая поза ну вот если тройка на нампаде вот в таком духе все это дело выглядит а и локрот прописываем еще один кадр опять же проверяем насколько он вот то чем ноги раз и посадка идет получается мы идем от низкой части потом здесь у нас на пятом высокая часть он как бы распрямляется кверху поднимается и на десятом он опять опускается в них вот таким вот образом так вот здесь вот можно даже поэкспериментировать и немножко R вот как бы еще таз подкрутить или можно еще семерку на нампаде попробовать больше R амплитуду вот эту дать вот так а эту ногу тогда R уводим колено сюда и в принципе у нас и вот на десятом можно R голову чуть-чуть приподнять так тройка на нампаде переписываем A и локрот и еще раз проверяем вот теперь эта часть у нас сделана начали мы с правой ноги бежали правой опустились на левую теперь нам нужно все это дело отзеркалить на пятнадцатом кадре и на двадцатом и закрыть это все делаем двадцать первым где-то кадром перетянув первый кадр на двадцать первый двадцать второй так погнали дальше пятнадцатый кадр пятнадцатый кадр у нас зеркальный должен быть пятый значит что делаем мы выбираем пятый кадр чтобы не заморачиваться с десятым и Shift D делаем ему дубликат и уводим его на 15 кадр только здесь здесь вот тело опять же чуть-чуть подкорректируем выбираем G эту ногу R ставим ее вот сюда чтобы пляски сильной не было вот подставляем и выравниваем ее нормально чтобы было хорошо делай херово само получится так это у нас получается R выравниваем и R перекручиваем ботинок вот так вот G чуть-чуть вперед где-то вот так наверное за пивот теперь получается вот эта рука G идет у нас вперед вот это R R перекручиваем еще немножко вот сюда так и получается вот эта ключица R чуть-чуть как бы вот тянется вперед а вот эту руку вот эту руку вот эту мы G и R перекрутим чтобы ее было видно сзади вот так и вот мне не нравится вот это вот опять же локоть давайте чуть-чуть по уменьшим влияние вот сильно inverse kinematic влияет на copy location поэтому такая вот перекрутка сильно идет вот назад стало нормально так теперь здесь вот R ногу немножко перекручиваем вот так колено и потихоньку все это дело через shift выделяем кости вот эти и как бы немного наверное вот сюда его вот так вот здесь хорошо бы уже ставить именно косточки вот эти слежения на локоть на колено в смысле так вот так тройка на нампаде проверяем чтобы ботинок именно стоял на земле и вот почти зеркально за исключением от руки получилось у нас вот опа на вот это я натворил ладно не беда некому было напомнить я нахожусь на пятом кадре делаем А и локрот теперь выбираем пятый G ставим его на шестнадцатый пока теперь назад который дублировали на пятый а этот на пятнадцатый вот такого косяка в пороге вот таким вот макаром так смотрим что получается вот этот получился бег так теперь нам нужен двадцатый кадр двадцатый кадр должен быть как по-моему как десятый получается у нас должно два зеркальных быть пятый пятнадцатый десятый двадцатый значит мы десятый дублируем Shift и переводим на двадцатый так теперь тройка на нампаде и вот лучше поймать наверное вот эту ногу сразу эту-то вроде в беге там все равно поймается вот так и немножко ее как бы кверху так а вон ту ногу теперь это у нас получается левая а не пардонте правая мы ее ставим вот сюда R перекручиваем и G ставим вот на это место и немножко опускаем пальцы так здесь теперь что получается у нас здесь нам нужно перекрутить семерка на нампаде именно R ключицу так ключицу надо перевернуть вот я опять туплю на десятом остался мне нужен двадцатый так тройка на нампаде бывает вот это бывает часто особенно когда долго сидишь а потом забываешь переключаться между кадрами так G опускаем R ставим ногу сюда за пивот вот именно за вот эта точка вот пивот должен быть посередине это тогда у вас получится бег на месте так теперь что у нас получается вот эту руку вот эту руку G нам нужно перекрутить вперед так смотрим чтобы она не уходила куда не надо теперь получается нам R G упор на эту ногу надо делать вот так есть такое дело эту кисть мы теперь перекручиваем вот в такую позу так вид снизу лучше крутит руки и здесь здесь вот нужно G в локоть убрать руку вот так и вот эти пальцы вот эти пальцы нужно выгнуть назад так выбираем баланги пальцев вот эти первые и выкручиваем и выкручиваем вот так теперь выбираем фаланги вторых вторые фаланги то бишь и выкручиваем их вот чтобы как бы взмах такой был вот этот палец чтобы он не болтался можно как бы убрать так что еще а эта рука теперь это получается у нас вот эта рука G RG и R и G вот так вот ага нехорошо значит вот так вот вот так вот уже хорошо и желательно вот эту ключицу теперь как бы R подать назад и кисть R перекрутить так чтобы локоть не ломало и о вот так да на эту немножко часть R вот так вот так и все конечно хорошо и вот здесь по-моему нужно еще так тройка семерка на нампаде R чуть 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 на эту ногу выкрут тело ну вот что-то в таком духе получается ногу даже можно чуть-чуть поближе вот так не 24 а 22 и Enter и вот этот тогда с 21 G тянем на 22 ну что получилось смотрим так тройка на нампаде гражданин побежал вот так он бежит так это тут это тут 10 во 20 и 10 разница в ногах так это 20 на 3 квадрата стал а 10 тоже на 3 так 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 ну давайте его немножко так как бы вот сюда подвинем что ли и волкрот так а этот 24 кадр тоже возвращаем на центр и так он тормозит потому что нужно G и на 21 поставить и поставить 21 кадр так чтобы переход был мягкий так здесь все равно как-то вот так ну давайте ладно если что сейчас что-то вылезет тем более на последних кадрах первые то у нас нормально идут и вот эти телекадры нужно прописать допустим пишем если мы сейчас запишем так это второй третий четвертый вот если пропишем так и и локрот четвертый кадр и передвинем его на третий допустим смотрим что получится о уже мягче здесь пишем девятый так здесь мы писали четвертый перед пятым здесь девятый а и локрот и перетянем его если здесь ну на семерку так так G G перетягиваем на семерку и смотрим теперь как это все дело будет выглядеть так прописываем теперь все кадры АИ АИ Ротация АИ Ротейшн И Ротация 13 И Ротация И заполняем все вот эти кадры Получается И Локрот Какой тут получается переход тогда Так вот этот значит кадр 21 Попробуем Попробуем удалить этот Delete Keyframe и поставим 20 кадров пока Так Теперь все прописывают и Локрот 16 17 чтоб мягче все это дело было Так Ну все кадры прописаны Смотрим Так Итак в чем фишка Так 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 Вот здесь перетопы идут Нам нужен 17 кадр Мы его переписываем Так Это получается тройка на нам паде Вот эту ногу G Так Пардон Ctrl Z Заходим Post Mod Значит G ногу ставим сюда А эту G вот сюда Вот так О И наверное таз немножко Вот так Попробуем переписать А и Локрот 16 тоже Вот если так если 15 это 5 видите где нога и 16 вот она где должна быть Значит 16 вот эта нога Тройка на нам паде G вот так пониже где-то А эта нога она должна стоять стоять на земле А и локрот тогда мы 19 20 остается таким же так 20 это 10 так вот эти пока Delete Keyframe первый Shift D перегоняем на 21 и вот теперь у нас должна быть мягкая мягкий бег так вот раз 16 17 переписали 15 и 5 5 15 вот эту ногу на теперь пониже так да вот вот эту ногу G надо пониже вот так а руку вот эту G повыше А и локрот ну вот а вот это теперь как это получается 20 должен быть как 10 так 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 10 делаем Shift 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 копируем сюда на 20 кадр и теперь 20 нужно переписать получается вот эту ногу теперь будем ставить G вот сюда вот так вот а эту ногу будем ставить назад вот так как эту руку G вперед а эту теперь назад в принципе сейчас вот он должен нормально уже побежать так это вот так как-то R и G О как-то вот так наверное а и Lock Rot теперь смотрим тройка на нам падень о логу Пятнадцатый, так, семнадцатый, шестнадцатый G Подтянем сюда, что где-то тут, так, а ну-ка, если их удалить, где-то периток идёт, я его не поймаю, вот здесь нормально всё, так, получается семнадцатый, теперь правильно стал, шестнадцатый тоже нормально, всё, теперь их прописываем все, и локрут, и локрут, и так далее. Итак, вот такой вот результат, что-то у меня то ли с рендером, что-то как-то надо рендер ещё поднастроить, проверить, как он работает, вот он, гражданин, сваливает. Ну, а теперь всем пока, и можете посмотреть покадрово, где какой кадр. Субтитры сделал DimaTorzok